Друзья, давайте вернемся к тому, чему мы начали наш сегодняшний эфир. У Деда Мороза сегодня... День рождения! День рождения, дедушка. Мои поздравления. Будь здоров, дорогой. Сил тебе, терпения, весь декабрь тебе вкалывать. Так что давай, набирайся. Да, исполняй мечты, конечно, все. И наши, и взрослых тоже. Как будешь праздновать? Позову всех своих друзей, конечно же. Давай, вот прямо сейчас можно звать. Ну что, друзья, хочу всех вас пригласить к нам на спектакль. Спектакль. Какой, Снегурочка? У нас будет в кинотеатре мечта проходить день рождения Деда Мороза в формате интерактивного спектакля. У нас будет программа для детей, в которой они могут поучаствовать и поздравить лично Дедушку Мороза. Да, ребята вместе со Снегурочкой приготовят совместно подарки. Кто-то придется своими подарочками. Дедушка любит подарки, причем не только дарить. Мы выучим творческий подарок для Деда Мороза и решим вообще, какие подарки дарить можно или нельзя. Мы, кстати, к вам в студию пришли с небольшим... Да, я смотрю, у вас не сотик здесь какой-то. Это мы любим. Для меня это тоже сюрприз. Ну-ка, Снегурочка. Так, мы сейчас с вами попробуем отгадать, какие подарки детям понравятся или нет. Вы готовы? Давайте, вот, Мариношка, она ближе к детству, чем я. Я-то уже... Дедушка, ну что, мы испытаем наших ведущих. Например, мы можем Деду Морозу подарить вот такой мяч. Как вы думаете, понравится ему на день рождения получить такой подарок? Ну, я скажу, мы же дедушке здоровья пожелали, а здоровье, вот его надо держать в физической форме, хорошее. Поэтому мяч... Берем, да? Нормально дарим. Берем, берем. Так, давайте, берем. Дедушка Мороз, бери, пожалуйста, тебе. Спасибо. И вот, например, если мы достанем из мешка вот такой подарок, как думаете? Ну, это если Дед Мороз кому-то не подарит подарочек, можно применить. Если плохо себя будет вести, я думаю, что это мне пригодится, да, дедушка? Мы с тобой дома поговорим. Без этого пригодится. Итак, а если мы, допустим, из мешка достанем вот такого прелестного лягушонка, как думаете, Деду Морозу или детям понравится? Ой, детям-то очень понравится, потому что здесь вот такой замечательный, не знаю, что это. Он еще и переоплощается. Серьезно, да? Он превращается в такого коденка. А, да вот, это же лягушоночка. Это мой прошлогодний подарок. Ага. От стыгурочки. А тут зайчонок. Вот так вот. Подарок двойного назначения, понятно. Ну да, экономно. Экономно. И, наверное, вот такой подарок, если мы подарим вот этот вопрос, понравится ли Деду Морозу получить такой в день рождения. Слушайте, ну, Дед Мороз в декабре и вообще под Новый год очень активно перемещается. Вот, как обычно желается, ни гвоздя, ни жезла. Не надо нам аварийных ситуаций, я считаю. Давайте пусть это полежит где-нибудь на всякий случай, который не произойдет. Я думаю, что все вот эти вот подарки, они, конечно, прелестны. И на вкус и цвет, как говорится, все фломастеры разные. Но я свой подарок Деду Морозу уже приготовила. Я ему подарю в кинотеатре «Волшебный ларец». О, как! Раскрываешь карты! Да ладно, буду ждать. Там два помощника, двое из ларца, одинаковые с лица. А вот понравится ли Деду Морозу этот подарок, мы с вами узнаем в кинотеатре. Заинтриговали, заинтриговали. Нужно обязательно отправиться. А какого числа? Это будет воскресенье, это, 21-го числа. Кинотеатр «Мечта». Волшебная Снегурочка сказала таким голосом. 21-го, 21-го. Прям захотелось впасть в детство, ненадолго. Друзья мои, большое спасибо. Дедушка еще раз, с днем рождения. Вот, спасибо. Хорошей компании, воскресенье. Ну и ждем тебя на Новый год. Ну а мы ждем вас, конечно же, на наш эректакль. Я письмо написал. Я письмо написал. А вы написали письмо? Я еще не успела, он меня шокирует. Поэтому я даже вот так опередил меня. Я вообще постарался не сделать ошибок в слове «кайен», поэтому, пожалуйста, повнимательнее. Слава богу, дедушка такие слова не знает. Вот так тебе. Подучите, подучите.